Привет, это Камчатка с Александром Петровым и сегодняшний выпуск моего видеодневничка выпуск посвященный хвастовству. Чем же я буду хвастаться? Правильно, новой книгой. Эта книга называется «Елизовский район в газетной строке». Книга первая. 1917-1949 год. И ваш покорный слуга, которого вы сейчас видите на экране, составил и выпустил в свет вот эту вот самую книгу. Она вышла в издательстве «Камчат-пресс». Елизовский район в газетной строке. Эта книга вышла накануне 70-летия Елизовского района. А 70-летие район отпразднует в ближайшее воскресенье, 17 ноября. Это точно. Район был создан в 1949 году. В него вошли территории, которые раньше входили в Петропавловский уезд, Петропавловский район, часть территории Мильковского района. Вы спросите, почему первая книга заканчивается на 1949 годе? Ведь район только был создан в 1949 году. Да потому что на днях, на этой неделе, еще до юбилея, из печати выйдет вторая книга «Елизовский район в газетной строке», в которой будут выбраны газетные публикации 1949-1991 годов. А вот в этой вот, в первой книге, можно будет найти различные заметки, статьи, очерки и репортажи из Камчатского листка, Камчатского вестника, известий, полярной звезды, Камчатского комсомольца, Камчатской правды. Без ложной скромности скажу, что таких изданий о территориях Елизовского района еще не было. Более того, мне как составителю и редактору этого издания досталось определенное количество, так сказать, авторских экземпляров. Так что желающие получить их на возмездной основе, на возмездной, могут написать мне в электрический почтовый ящик, который указан в информации о канале. В чем состояла моя редакторская работа? Составительская, понятно, подобрать материалы для этой книги. А редакторская состояла вот в чем. Все-таки, журналистика тех лет была не самой квалифицированной. Зачастую были перепутаны многие даты, фамилии, географические названия. Более того, одна и та же газета с интервалом в несколько дней могла по-разному даже написать фамилию одного и того же человека. Были исправлены различного рода ошибки, естественно. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю, что одна из библиотек Камчатки, имеющая свой издательский отдел, выпуская издания, в которые включаются тексты различного рода публикации в средствах массовой информации, принципиально не исправляет допущенные авторами публикаций ошибки, считая, что тексты должны републиковаться в неприкосновенности. Да, конечно, можно делать и так, но для этого нужно снабжать ссылочно-справочным материалом. Наконец-то вы узнали правду. Так что я похвастался. Первая книга двухкнижного издания «Елизовский район» в газетной строке вышла в свет. Через несколько дней появится вторая книга. И, ежели кто захочет обзавестись этим двухтомником, адрес электрической почты находится в описании канала. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени узнавать, какие книжицы я готовлю и издаю. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, это для вас. Вот эта вот подсказка. Вот эта вот. В правом нижнем углу экрана, если вы выполните то, что она вам посоветовала, вы не пропустите новые ролики на канале. До свидания.